Здравствуйте! С вами программа «Дорога к храму» – совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». Мы вступаем с вами в середину поста. Сегодня неделя, то есть воскресенье, крестопоклонное. В эти дни для поклонения верующим из алтаря износится крест Христов. Церковь в эти дни предлагает крест для поклонения, желая воодушевить и укрепить верующих в середине постного подвига. Крест будет находиться посередине храма до пятницы, когда он будет изнесен обратно в алтарь. Слово о кресте Господнем предлагает нам сегодня Евангелист Марк. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Две тысячи лет христианской церкви, рожденная ею европейская культура. Сотни и тысячи миссионеров, которые разнесли весть о победе Христа над смертью по всему миру. Все это сформировало образ креста как главного символа христианства, как для верующих христиан, так и для верующих иных конфессий. Но нам, выросшим в обществе, построенном на осколках христианской культуры, абсолютно непонятно и совершенно не слышна та реальная скандальность, которая содержится в евангельском и вообще в новозаветном повествовании в словах Священного Писания о кресте. Для того, чтобы нам понять, как реально воспринимали современники Христа подобные слова, мы можем перефразировать их так. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми электрический стул свой, и следуй за мною» или гильотину, или хотя бы виселицу. Крест не просто символ, это вполне реальное и конкретное ужасное орудие казни, одно из страшнейших придуманных человечеством. Как и при повешении, человек умирал на кресте от удушья, но происходило это не в рамках секунд и минут, а в рамках часов или дней. В этом контексте становятся совершенно понятны слова апостола Павла, который говорит, «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Юродство, то есть безумие. И действительно, кто бы мог подумать, что Бог войдет в саму ткань этого мира для того, чтобы изнутри одержать победу над смертью и к этой победе дать возможность приобщиться всему человечеству. Поэтому Господь предлагает и нам взять всю тяжесть, объективную тяжесть нашего бытия, которая действительно иногда немногим легче креста или электрического стула, и не сломаться под этой тяжестью, а взяв следовать за Богом. В нашей культуре крест, кроме того, что он является главным христианским символом, именно ввиду сегодняшнего евангельского отрывка, стал восприниматься и в переносном смысле, как некая жизненная доля, как что-то, что уготовано Богом. При том, что объективно христианство не признает какого-либо рока или судьбы в жизни каждого конкретного человека. При этом, как ни странно, но жизненный крест в основном воспринимается как нечто статичное, неизменное. Удивительно, да, но часто мы слышим, это твой крест, терпи, или терпи, с креста не сходит, или далее, далее, что-то подобное. Но почему-то мы совершенно не слышим. Господь ведь не говорит, возьми крест и держи его. Он говорит, возьми крест и следуй, то есть иди за мною. Крест никогда не статичен. Это никогда не простое терпение, это прорыв от обстоятельств к Богу, который сильнее любых обстоятельств. Святитель Феофан Затворник говорит, задача христианина – себя очистить и исправить. Он как больной, которому надо делать то прижигание, то отрезание. А как этому быть без боли? Он хочет вырваться из плена врага сильного. А поэтому как быть без борьбы и ран? Он должен идти наперекор всем окружающим его порядкам? А как это выдержать без неудобства и стеснений? Святитель говорит здесь именно о прорыве, о борьбе. Никогда не о ничего не делании и статичном терпении, а о движении. Взяв крест, должны меняться мы и менять мир вокруг нас. По слову преподобного Серафима Саровского. Спасись ты, и тысячи спасутся вокруг тебя. На грядущей неделе, в четверг 7 апреля, церковь празднует один из 12 главных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение означает «благая» или «добрая весть». В этот день архангел Гавриил явился Пресвятой Богородице, сказав ей о том, что она станет матерью Владыки Вселенной. До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в Иерусалимском храме, после чего по закону должна была либо вернуться в родительский дом, либо вступить в брак. Так как ее родители Иоаким и Анна уже почили к тому времени, то священники решили отдать ее замужество. Однако Богородица сообщила им о том, что она обещала сохранить свое девство как определенный особенный дар Богу. Поэтому священники храма обручили ее с ее дальним престарелым родственником Иосифом, который должен был охранять ее в течение всех дней ее жизни и заботиться о ней. Спустя несколько месяцев по обручении Марии явился архангел Гавриил, который приветствовал ее совершенно удивительными словами «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Архангел сообщил ей о том, что она станет матерью Сына Божия. Мария в недоумении спросила божественного посланца, как это может случиться с той, которая не знает мужа. На что архангел ответил «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Богородица приняла эту волю Божию о себе и сказала «Вот я раба Господня, пусть будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Бог не просто вселяется в деву. Через своего посланника он смиренно просит ее согласия. И только получив его, да будет мне по слову Твоему, происходит то, что было предуготовано от творения мира. Бог воплощается и становится человеком во всем подобном нам. Именно здесь, в этом дне, начало огромной евангельской истории и конкретная большая заглавная строка истории спасения человечества. Церковь воспевает в этот день. «Ныне начало нашего спасения и обнаружения тайны, которая предуготовлена была прежде всех веков. Сын Божий, Сыном Девы является. И Гавриил благодать благовествует, поэтому и мы с ним, Богородица, воскликнем. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Сегодня мы находимся с вами в храме Спаса на городу, главный престол которого посвящен Кресту Господню. По преданию, церковь Спаса на городу существовала еще при ярославских князьях Василии и Константине. Своё наименование на городу Спасский храм получил от местонахождения в земляном городе на границе с Рублиным. Неподалеку от церкви начиналась городская рыночная площадь, на которой кроме торговых рядов стояли харчевные дворы и постоялые избы, амбары и кузницы, бани и угольные лавки. Первоначально Спаса на городский храм был деревянным, ныне существующий каменный с северным пределом, что под башнею. Построен по благословению митрополита Ростовского Ионы на средство ярославского купца Игнатия Кислова в 1672 году. В 1918 году Спаса на городский храм значительно пострадал от обстрела. Еще через 11 лет большевики закрыли церковь. В 2003 храм передали введение Русской Православной Церкви. В этом же году архиепископ Ярославский Ростовский Кирилл царешил в летней церкви первую литургию. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, первые из них. У преподобных отцов есть конкретные замечания именно на этот счет. Мы часто забываем, что тайна исповеди объективно тайна не только со стороны священника, то есть он не может и не должен никому об этом рассказывать, но и со стороны исповедующегося. И вот почему. С одной стороны, бессмысленно рассказывать о своих согрешениях, о которых мы упоминали в рамках исповеди, так как это может быть искусительно и совершенно неполезно для слушающих. С другой стороны, это точно так же бессмысленно, если мы хотим чему-то его научить, рассказать ему о чем-то. Ровно потому, что те рецепты, те советы, которые дает священник в рамках исповеди исповедующемуся, как правило, он предназначает конкретно ему и никому более. Наш второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, слышит ли Бог мои молитвы, если я молюсь про себя, делая какие-то домашние дела? Или обязательно нужно молиться вслух перед иконами? Объективно Бог слышит и знает абсолютно все. Поэтому и молитва, которую мы совершаем в любых жизненных обстоятельствах, так же слышна им и принимается им. Однако старайтесь уделять и какое-то время молитвенному правилу, когда вы собраны и сосредоточены именно на этом. Это дисциплинирует нашу душу и приводит нас в совершенно конкретные отношения с Богом. И наш последний вопрос на сегодня. На днях свекровь рассказала, что православным нельзя есть конину, кролика, бесчешуйную рыбу типа сама. В интернете на форумах мнения разделяются. Свекровь утверждает, что в Евангелии есть доказательства этому факту, но своими глазами она этого не видела. Кто-то ей об этом рассказал, но кто именно, к сожалению, не помнит. Разъясните, пожалуйста. Нужно заметить следующее. В ряде религий, так называемых авраамических, то есть, к примеру, иудаизм или, к примеру, ислам, есть совершенно четкие конкретные диетарные предписания. Можно есть одно и нельзя есть другое. В христианстве подобных предписаний нет. Единственный однозначный запрет на какие-то конкретные виды пищи мы встречаем в книге «Деяния апостольских», где первый апостольский собор, который был собран примерно в 50-х годах по Рождестве Христовым, запретил вкушать кровь животных и удавленину, то есть мясо, с которого кровь не слита. Восходит это к ветхозаветному запрету на употребление крови в пищу. Более же, никакие другие ветхозаветные нормы, которые связаны с определенными типами пищи, с определенными типами одежды и целым рядом других вещей, христианство не принимает и не расценивает их как необходимые к действию. Свои вопросы о духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. С вами была передача «Дорога к храму», совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». Вы можете видеть нас каждый воскресный день в 11 часов утра и в 21.45. Мы прощаемся с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами!